К такого рода инцидентам, которые произошел с Якуниным, надо относиться очень серьезно. Почему? Потому что он показал, во-первых, неготовность многих наших руководителей занимать высокие посты, потому что высокий пост требует очень высокой степени ответственности, в том числе и за свои слова. А когда Якунин, ошалевшими глазами, выходя, глядя на журналистов, начинает говорить о том, что он знает, кто это сделал, потому что есть люди, завидующие тем большим бюджетным деньгам, которые он получил, и эти люди хотят отнять эти деньги, очевидно совершенно, что во власти есть несколько группировок, сражающихся за деньги. Это дискредитация власти в полном объеме. И журналисты, конечно, на этом должны были акцент сделать. Что касается киберпреступности, я не думаю, что она сегодня так уж предметна, потому что то, что сделали с Якуниным, если говорить о посторонних людях, это просто мелкое хулиганство. Ну, пошутили люди, написали, например, что у Якунина две головы. И сделали это через официальный сайт, предположим, правительства Российской Федерации. Кто от этого выиграл, проиграл? Это просто шутка. Шутка, может быть, более-менее, даже и менее затратная, чем все остальные. А вот что касается отношений средств массовой информации, то, конечно, нам надо и следовало бы, наверное, читать уметь между строк. И понимать, что реакция того или иного человека важнее гораздо, чем нежели те слова, которые он произносит. Понимаете, когда зашел речь о Суркове, очень много людей говорило и обращало внимание на какие-то детали. Он написал заявление, он ушел. А на самом деле всегда глубинная составляющая неизмеримо интереснее, чем нежели то, что лежит на поверхности. Поэтому, наверное, якунинская тема – это урок для средств массовой информации, что нужно внимательно относиться к таким милым, забавным шуткам.